Расскажите, пожалуйста, на цифрах, сколько вам лет, какая история веса, когда вообще началась, и в связи с чем история с весом? Мне 35. История с весом, она, наверное, была всегда. У меня никогда не было чрезмерно большого лишнего веса, но я такая всегда была, немножко полненькая. Причем, ну вот тоже на игре с вами удалось обнаружить очень много убеждений на эту тему. Я прям верила, что так должно быть. Меня там посмеивалось на тему кость широкая, но я верила, что ну все же в моей семье вот этим страдают, и в общем-то я тоже. На сегодняшний день мой вес 65 килограмм, мне бы хотелось до 55, то есть ну вот десяточку мне бы хотелось убрать. Рост 165. Ну, то есть маленькая ремарочка, что по медицинским канонам, в принципе, вес около нормы. Около нормы, да, с небольшим излишком. Хорошо, то есть у вас с детства небольшой избыток веса. Да, всегда был. И есть летняя такая борьба, опыт борьбы. Она такая вот, похудеть сейчас, чтобы потом оторваться и наесться хорошенечко. Из этого разряда. А что про семью, вот как про маму-папу? Что было в детстве? Про отношения. Вы знаете, я, ну какое-то время я пыталась ходить на личную терапию, то есть у меня есть такой небольшой опыт, но тем не менее я была там. Я понимаю, что эти проблемы есть, но я их никак не могу вскрыть очень быстренько. Видимо, очень много защит. Я не помню своего детства. Мое детство до пяти лет прошло там с определенными ограничениями. Была врожденная патология, и связка на ноге была порвана, в общем, и требовалась операция. Я половину детства, там, до пяти лет я проходила в гипсе. И какие-то вот моменты, связанные с больницей, там, с поддержкой мамы в этом ключе, я помню. Больше не помню ничего из этого детства до пяти лет. Я не помню, какая она была, там, хватало ли мне любви, заботы, не хватало ли. Помню очень хорошо слова бабушки. Да кто же тебя такую замуж-то возьмет? Которая вот, ну, очень часто эти вещи говорила. И я, наверное, вот, ну, так, в противовес, да, на зло я выросла, ну, скорее, такой склонной доказывать, что, ага, я могу, я умею. Там, какое-то время жила с таким прям перфекционизмом, там, медаль в школе, красный диплом в институте. Сейчас я от этих вещей, ну, пытаюсь уходить и разрешаю себе делать ошибки. Но в каких-то очень важных для меня вещах мне, конечно, это до сих пор тяжеловато дается. Мне прям хочется, чтобы все было, как я запланировала, идеально, и никаких сбоев я не хочу в этих вещах. Вот. Папа, это вот то, как вы сегодня рассказывали на эфире. Папа, он всегда был, но папа был далекий. Он, мама, глава семьи, она всегда устанавливала все правила. И там вот, в общем-то, к папе было бесполезно даже с просьбами подходить. Он всегда говорит, спрашивайте у матери. Все. Каких-то телесных вещей. Я это поняла уже, когда замуж вышла. У мужа в семье там принято, что вот они обнимаются, целуются, они делают друг другу массаж. В моей семье этого не было и, в общем-то, нет до сих пор. Мы не там, у нас не принято там обниматься целого. Ну, только на праздники, там, с днем рождения поздравить. То есть какая-то такая определенная эмоциональная холодность, она была и она есть сейчас у меня. По отношению к своим детям я пытаюсь сейчас, ну, точнее, я не пытаюсь, я веду себя по-другому. И мне достаточно легко это дается. А вот по отношению к себе я до сих пор не могу этого делать. Когда мы говорили там про плачущего внутреннего ребенка, те слова, которые я адресую к себе прежде всего, это не ной, успокойся, соберись, ты должна, ты можешь. То есть там это скорее не про поддержку, а про такое подгоняние, подогнать себя, да. Делай, должна, не можешь. Пока не умерла еще, значит, надо работать во всех смыслах. По-доброму так. Ну, так, да. Очень часто бывает состояние вот этой вот загнанной лошади. Я понимаю, что то, что я сейчас делаю с едой, я очень часто заедаю усталость. Очень мало личного пространства. Это было вот какое-то открытие, когда вот мы вчера с вами на эфире слушали. Причем я в теории эти вещи слышала и знала, но как-то вот меня вчера осенило, вот такой инсайд произошел. У меня действительно, ну, дети маленькие достаточно, они такие, знаете, газообразные. Сколько им предоставишь, только и займут. И мало личного, мне мало. Мне хотелось бы больше. Мне бы хотелось больше времени на себя, на какие-то там вот свои увлечения, но мне его пока катастрофически не хватает. Я прям стараюсь его выделять, ну, я, знаете, с таким чувством вины по этому поводу. Тоже по поводу чувства вины. Сейчас было открытие вот в той практике, которую делали. Один из листочков, который я положила, это вот нелюбовь к себе. Когда вот я прям, я прям понимаю, когда я поправляюсь, я прям себя ненавижу. Я не знаю, это такое страшное слово, но я прям такими словами могу к себе обращаться. Мне прям очень не нравится. И когда я встала на этот листочек, я ждала там, ну, каких-то вот эмоций на тему, там, нелюбви, еще что-то увидеть, услышать. А у меня, знаете, такое было ощущение вот каменности в теле, вот как статуя с поникшей головой, со сгорбленной спиной. И я понимаю, что это образ виноватого вот как, ну, ребенка, наверное, в первую очередь, почему-то виноватого. Я, ну, это уже головой я пока еще не могу понять, да, еще достаточно мало времени прошло. Но это, видимо, какое-то такое, блин, рэкетное чувство, что ли, у меня это вины. При том, что я в жизни его чувствую, например, когда детям не уделяю, а себе уделяю, да, или там вот еще когда такие вещи делаю. Ну, в общем-то, я как-то достаточно, ну, как мне кажется, я легко это прохожу, а оказывается, видимо, нет. И еще несколько вопросов. Вот когда вы худели и затем снова набирали вес, это было связано только с диетами или, может быть, в жизни еще какие-то вещи происходили, с чем вы можете связать ваши колебания веса? По-разному, ну, наверное, так. Так, я худею до тех пор, пока есть вот сила воли и пока там цель поставлена, там, скажем, перед отпуском, к 8 марта, к Новому году, я не знаю, там, не важно. Потом цель достигнута, я отдаю себе, ага, молодец, заслужила. На тебе поощрение, ну, конечно, в виде еды, опять же, там, того-сего, пятого, десятого. Вот, я начинаю себя этими вещами баловать, но иногда бывает так, что еще цель не достигнута, а в жизни что-то случается, не знаю, там, с мужем поругались, на работе, какая-то там ситуация стрессовая. А я военная, на работе я вообще в принципе не могу выражать эмоции. Это вот как раз то состояние, когда попа должна быть чугунной, чтобы сидеть долго на одном месте и работать за компьютером, а лицо должно быть каменным, потому что на эмоции мы там, в принципе, права не имеем. И я начинаю есть. Я прям знаю, и еще коллектив в этом плане очень сильно помогает, там всегда эти вот плюшки, шоколадки, конфетки, и все это делают, все. То есть, и я очень сильно этим вещам поддаюсь, да, когда какой-то стресс случается. Причем, наверное, тоже в зависимости от силы стресса и длительность заедания продолжается. Я могу иногда там конфетку жирнуть и успокоилась, а иногда, если вот там семейная какая-то ситуация случилась, мне приходится это прям вот долго пережевывать. И еще вопрос, вот эти ваши 5-10 лишних килограммов, они как распределены? Где-то там выделяется какая-то часть тела или ровно? Живот в основном. Ну, то есть, по крайней мере, та часть, которую я прям чувствую и не нравится, это живот. Всегда, когда я набираю вес, у меня становится шикарная грудь. Я ее прям боюсь потерять вместе с весом. Но как только худею, первая уходит грудь, потом вот ноги, попа, и уже в последнюю очередь моя проблемная зона – живот. Я тоже, я причем раньше, ну, как-то вот, у меня тоже, у меня было на уровне убеждения. Оба моих ребятенка родились при помощи Кесарева. И живот у меня появился, в общем-то, вот после первого ребенка такой. И я прям, ну, это же нормально, мышцы перерезаны, какой тебе теперь плоский живот? Я слушала, когда первые эфиры ваши, я поняла, что, блин, ну, может быть, по-другому, наверное. Вот, ну, как-то пропорционально он распределяется. У меня нет такого, чтобы прям одна часть тела была какая-то там выделена, и все пропорционально. А живот, нижняя или верхняя часть? Нижняя часть, нижняя, то есть ниже пупка, который. Так, ну что, у нас сейчас такой блиц-вариант. Конечно же, в рамках обычной консультации мы там больше можем и вопросов позадавать. И вообще человек может больше раскрыться, чем когда еще десятки людей его слушают. Еще раз вам спасибо за смелость. И если говорить о срывах, то вот надо выстроить такую логическую цепочку. Не только невозможность выражать эмоции на работе сейчас, но откуда вообще все пошло, и отчасти как получилось, что вы выбрали такую работу. Вы говорите, не помню детство. Детские воспоминания вытесняются тогда, когда либо там было что-то травмирующее. Сейчас я не про вас, я просто для всех привожу пример, что у меня там были истории, когда там женщина вспоминает, что в пятилетнем возрасте была попытка изнасилования взрослым мужчиной, например. Либо когда просто был ровный и такой неприятный какой-то эмоциональный фон. Возможно, в вашем случае это было связано с больницами, с порванными связками. Долгое нахождение в больницах, особенно в детстве, нога в гипсе. Это все такие факторы риска того, что нарушается образ тела. Есть такой психологический феномен, образ тела, есть реальное тело и есть то, как мы себя воспринимаем. И это не всегда одно и то же. То есть человек, например, сделал липосакцию, а продолжает себя ощущать толстушкой. И наоборот. Это я рассказываю к тому, что образ тела и тело это разные вещи. И вот образ тела, он нарушается, когда операции какие-то, больницы, ситуации, связанные с угрозой жизни. А то, что ребенок там большую часть, я говорила, что до шести лет вообще личность формируется. Вот в этом чувствительном периоде долго нарушен образ тела. Это является само по себе фактором риска набора веса. И этот же период, я в прививке про это буду рассказывать более подробно, там еще есть такой особенный этап, когда реально возникает чувство вины. Но когда там нормальный ребенок в благоприятных условиях развивается, это чувство вины, оно там перерабатывается, а иногда нет. Нет. И у вас, судя по всему, одна из психологических программ, которые я вижу, это я не могу худеть, я наказана. То есть чувство вины мешает снижать вес, потому что я в принципе не могу получить ничего хорошего. Есть еще дополнительная такая программка, что просто так ничего хорошего не бывает, все хорошее надо заработать, либо чем-то за это заплатить. Это прям про меня, да. И вы сказали, что, ну значит, поскольку я не могу иметь ничего хорошего, я недостойна хорошего, то как только все-таки получается похудеть, тогда килограммы тут же набираются обратно. Возвращаясь к нарушенному образу тела, то, что в семье не была принята телесность, то есть обнимашки там потрогать, по голове потрепать, у папы на коленках посидеть. Вот такая эмоциональная холодность, она как раз приводит к тому, что человек становится головастиком, потому что с детства не тренируются чувства. И вполне возможно, я, конечно, могу быть не права, но я вот вижу такую закономерность, что вы в такой вот детской предыстории оказались сейчас на работе, где нужно быть с каменным лицом и каменной тем самым, как вы назвали, той частью тела. И естественно, когда нет выхода эмоций, а внутри бурлит, это ж нужно чем-то трамбовать, трамбуя едой, а подпитку эмоциональную, опять же, откуда-то надо получить, а вы не готовы ее получать из-за каких-то ярких позитивных эмоций, потому что я наказана, я не могу получать ничего хорошего, и еда остается единственной отдушиной. Вы еще такую метафору использовали, загнанная лошадь. Это символика травмированной сексуальности женской. Лошадь, она либо загнанная, метафора, тягловая лошадь, либо это лошадь, которая волшает, красует, это вот такая уже свободная, здоровая сексуальность. Я не буду вам публично задавать вопросы на эту тему. Это такой повод наедине с собой подумать. Когда мама глава семьи, я буду рассказывать, это такая классическая мама-дракон. Тогда с ней нет эмоциональной близости, она не становится образцом женственности и не хочется самой становиться женщиной. Такое небольшое, а у кого-то и очень яркое, такое отрицание того, чтобы быть женщиной. У кого-то оно приводит к психогенному бесплодию, у кого-то оно приводит к набору веса именно по такому типу, прикрывать половые органы. Я поэтому спросила, какая часть тела проблемная. И хорошо, что в вашем случае это не привело к трудностям в отношениях. То есть вы замужем, вы состоялись как мама, и вы готовы своим детям давать то, чего не получили сами в вашем детстве. По поводу того, что папа далекий и нет с ним контакта, про это уже действительно сегодня отвечаю. На другие вопросы я сказала, не буду повторять, что тогда вот эта эмоциональная стабильность не встраивается. Тогда эмоции все-таки, нет привычки выражать эмоции, потому что с детства это не было принято. Но эмоции, они все равно есть, они никуда не деваются, они буквально выходят в психосоматику. Поэтому в вашем небольшом еще, в смысле в возрасте, в 35, то есть очень хорошо, что вы сейчас озаботились этими вопросами, потому что с годами это могло бы приводить к другой психосоматике. Чувство вины – это вообще вектор на онкологию. Это не для того, чтобы вас запугать, а наоборот для того, чтобы поддержать вас в том выбранном направлении, с этим разбираться. И вот эти вот все вещи, и алекситимия, вот эта вот эмоциональная холодность, отсутствие контакта с телом, когда нужно сидеть с каменным лицом, и эта каменная маска, она просто к лицу прирастает. И травмированная женственность и сексуальность – это все вопросы, которые решаются в прививке. Я не знаю, вы выбрали, не выбрали вы идти в прививку, но от души вас приглашаю, потому что просто так можно и жизнь прожить, и потом сожалеть за бесспыдно прожитые годы. Ну, про женственность тоже вы правильно говорите. На самом деле, есть какие-то вещи неосознаваемые, вытесняемые. Но я понимаю, у меня есть постоянные, например, рецидивирующие заболевания, постоянные хронические воспаления по женской сфере, которые я стабильно раз в год обязательно пролечиваю. Причем на инфекции все чисто, везде все чисто, но воспаление, оно есть и есть. Нигде не простужаюсь, ничего. Раз в год я стабильно там. Поэтому эти вещи, они действительно, правильно вы говорите, они есть и никуда, наверное, не деваются. Вот поэтому мне говорят, вы что, ведьма? Откуда вы знали? Все вопросы закономерны. Все из детства, и хорошая новость, что все это можно поправить. Спасибо вам за ваш отклик. Дорогого стоит. Вот правда, для меня лично, я не знаю. Спасибо вам за вашу смелость и открытость, за то, что вышли в эфир, поделились своей историей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!